Не хуже антибиотика. Мед способен лечить инфекционные заболевания. Не хуже антибиотика. Мед способен лечить инфекционные заболевания 8 часов. Медом. Москва, 21 июнь. РИА Новости. Альфия Юникеева. Сразу нескольким опасным бактериям, в том числе возбудителям стафилокока и пневмокока, остались 1-2 мутации, чтобы приобрести устойчивость к антибиотикам. Согласно прогнозам ВОЗ, это угрожает миллионам людей, поэтому ученые во всем мире пытаются создать более мощные лекарства или же найти замену к антибиотикам. Как оказалось, эффективным средством против микробов может стать обыкновенный мед. Сладкая тягучая мазь. Первые научные данные об антибактериальных свойствах меда появились в 1919 году, когда британский исследователь Уолтер Сакет последовательно помещал в мед шигелы дизентерии паротеофозные бактерии возбудителя брюшного тифа, а потом фиксировал, через какое время они погибали. Первые продержались в меде от 5 до 10 часов, вторые почти сутки, третьи два дня. Тогда на работы Сакета мало кто обратил внимание. Во-первых, примерно в это время весь мир узнал о пенициллине. Во-вторых, сам ученый здорово ошибся, предлагая лечить тяжелые инфекции, съедая каждый день по несколько ложек меда. Конечно, такой подход особого эффекта не имел. А Сакетти и его открытие вспомнили только через 70 лет, когда появилось сразу несколько работ об использовании меда в качестве заживляющего средства. Британские специалисты проанализировали 33 исследования, в которых приняли участие в общей сложности около 2000 человек и 500 животных. У всех добровольцев были инфицированы незаживающие раны. И во всех случаях лечение медом оказалось более эффективным, чем терапия традиционными антибиотиками. Кроме того, мед лучше справлялся с заживлением поверхностных ожогов, чем сульфадиозин серебра, обычно используемый в таких случаях. По данным индийских медиков, вырабатываемый пчелами продукт полностью залечивал ожоги у 81% пациентов, в то время как привычное средство только у 37%. Специалисты предположили, что дело в перекиси водорода, выделяемой, когда медовый фермент глюкозаоксидазу реагирует с молекулами кислорода в воде. При попадании на инфицированное место мед вытягивает из него влагу, в результате чего образуется перекиси рана и обеззараживается. 12 ноября 2015 года, 12-25. Люди начали есть мед и использовать воск уже 9000 лет назад. Человечество познакомилось с медом пчел и пчелиным воском практически одновременно с открытием земледелия и переходом к оседлому образу жизни, выясняли химики, открывшие следы воска на горшках бронзового века. Пчелиные бактерии против инфекций. Это объяснение всех устраивало, пока американские исследователи не удалили перекись водорода из меда, полученного из тонкосемянника метловидного и не нанесли очищенный продукт на инфицированные раны нескольких добровольцев. Лечение помогло, хоть и оказалось менее эффективно. По мнению австралийских и новозеландских исследователей, мед и без перекиси сохранял свои антибактериальные свойства благодаря эфирным маслам, содержащимся в тонкосемяннике метловидном. Известно, что эти вещества обладают противомикробным и заживляющим действием. Поэтому, кроме ран и ожогов, мед справлялся и с возбудителями серьезных инфекционных заболеваний даже с такими, против которых были бессильны антибиотики. 6 октября 2017 года, 10.59. Ученые обнаружили в меде вещества, опасные для людей. Но через некоторое время шведские ученые показали, дело не том, из какого растения получился мед, хотя его лечебная эффективность зависит от этого, а в особых молочно-кислых бактериях. Они содержатся в медовом зобике пчел. В эту часть пищевода насекомые складывают нектар, из которого впоследствии получается мед. Исследователи выделили пчелиные микроорганизмы из меда и проверили их действенность на медицелин-резистентном стафилококе, синегнойной палочке и ванкоцемино-резистентном энтерококе. Они эффективно справились с этими опасными возбудителями. Секрет успеха молочно-кислых бактерий в их количестве и разнообразии, считают авторы работы. В отличие от антибиотиков, в которых только одно действующее вещество, в меде содержится 13 полезных микроорганизмов, способных подбирать нужный бактериальный коктейль в зависимости от угрозы. Там, где бессильны антибиотики. Помимо стафилококе и синегнойной палочки, мед справился и со смертельно опасными бактериями. Судомонез и Беркхалдерия-Сапаса-Комплекс, вызывающими тяжелые респираторные инфекции. Эти микроорганизмы способны вызывать настолько обширные повреждения легких, что иногда требуется трансплантация новых органов. Избавиться от вредоносных бактерий очень трудно из-за множественной устойчивости к антибиотикам. 7 мая 2018, 8 часов. Прирожденные убийцы, почему бактерии выигрывают в борьбе с антибиотиками? Авторы работы считают мед одной из основных альтернатив антибиотикам, потому что устойчивости к этому продукту у болезнетворных бактерий не возникает. Единственное, что для его широкого применения надо сделать, решить проблему с инсектицидами, высокие концентрации которых обнаружили в пробах по всему миру. И хотя для людей эти вещества не опасны, они способны менять поведение и нарушать концентрацию пчел при групповой деятельности, а без нее немыслимое опыление цветов. Исследователи настаивают на том, что надо найти замену используемым сегодня инсектицидам, чтобы не остаться совсем без меда. Ведь тогда человечество лишится не только лакомства, но и вероятного решения проблемы супербактерий, с которыми сегодня не справляются даже самые мощные антибиотики. Иллюстрация РИА Новости Источник 06. ок. 2017 Волюм 358 Иссю 6359 ПП 109-111 ДОАЙ 10.126 Слеж САЙНС ДОТ-АН 3684 Показывает уровни концентрации неоникотиноидов в образцах меда по стране-производителю. Эти вещества защищают растения от вредителей, но влияют на поведение и работоспособность пчел, из-за чего в будущем может снизиться производство меда. Иллюстрация РИА Новости Источник EAD Mitchell Etal A World Wide Survey of Neonicotinoids in Honey Science 06 ок. 2017 Волюм 358 Иссю 6359 ПП 109-111 ДОАЙ 10.126 СЛЕЖ САЙНС ДОТ-АН 3684 Карта показывает уровни концентрации неоникотиноидов в образцах меда по стране-производителю. Эти вещества защищают растения от вредителей, но влияют на поведение и работоспособность пчел, из-за чего в будущем может снизиться производство меда.